Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой, ну не то что знакомиться, а я продолжаю зачитывать книгу «Совершенный код» Стива МакКоннелла. И сегодня мы уже закончим 26 главу, которая называется «Методики оптимизации кода». Ну а чтобы ее закончить, надо продолжить с предпоследних глав. И начинаем с подглавы 26.5, которая называется «Методы». Итак, начнем. Одним из самых эффективных способов оптимизации кода является грамотная декомпозиция программы на методы. Небольшие, хорошо определенные методы делают программу компактнее, устраняя повторяющиеся фрагменты кода. Они упрощают оптимизацию, потому что рефакторинг одного метода улучшает все методы, которые его вызывают. Небольшие методы относительно легко переписать на низкоуровневом языке. Объемные, хитроумные методы понять сложно, а после переписывания их на низкоуровневом языке вроде ассемблера, это вообще невыполнимо. На заре программирования вызывать методы на некоторых компьютерах было крайне дорого. Вызов метода означал, что операционная система должна выгрузить программу, загрузить каталог методов, загрузить конкретный метод, выполнить метод, выгрузить метод и снова загрузить вызвавший метод. Все это потребляло много ресурсов и замедляло программу. Современные компьютеры облагают вызовы методов гораздо меньшей пошлины. Например, встраивание метода копирования строк приводит вот к таким результатам. В языке C++ это 8%, а в языке Java это минус 10%. В некоторых случаях вы можете сэкономить несколько наносекунд, встроив код метода в программу, используя ключевое слово inline языка C++ или аналогичную возможность. Если ваш язык не поддерживает inline непосредственно, но имеет препроцессор макросов, вы можете встраивать код при помощи макроса, включая и выключая встраивание по требованию. Однако, современные компьютеры, ну под современными я понимаю любые машины, с которыми вы можете столкнуться в своей работе. Так вот, они при вызове метода почти не тратят дополнительных ресурсов. И как показывает пример, встроив код, вы можете как улучшить производительность, так и ухудшить ее. Переписывание кода на низкоуровневом языке. Давняя мудрость, которую не стоит оставлять без внимания, гласит, что при низком быстродействии код следует переписать на языке низкого уровня. Если вы пишете на C++, языком низкого уровня может быть ассемблер. Если на Python, то этим языком может быть C. Переписывание кода на низкоуровневом языке обычно положительно влияет и на быстродействие кода, и на его объем. Типичный подход к оптимизации при помощи низкоуровневого языка таков. Первое. Напишите все приложение на высокоуровневом языке. Второе. Выполните полное тестирование приложения и проверьте его корректность. Третье. Если производительность недостаточно, выполните профилирование приложения с целью выявления горячих точек, так как около 50% времени выполнения программы обычно приходится примерно на 5% кода. Горячими точками обычно будут небольшие фрагменты программы. Четвертое. Перепишите несколько небольших фрагментов на низкоуровневом языке для повышения общей производительности программы. Последуете ли вы этому проторенному пути, зависит от того, насколько хорошо вы программируете на низкоуровневых языках, насколько хорошо проблема подходит для решения на низкоуровневом языке, а также от степени вашего отчаяния. Сам я впервые применил эту методику при реализации алгоритма Data Encryption Standard, о котором я упоминал в предыдущей главе. Я перепробовал все виды оптимизации, о которых когда-либо слышал, но программа все равно работала вдвое медленнее, чем нужно. Мне ничего не оставалось делать, кроме как переписать часть программы на ассемблере. Не имея особого опыта программирования на ассемблере, я по сути отличился простым переводом кода с низкоуровневого языка на ассемблер, но даже этот примитивный подход ускорил выполнение программы на 50%. И давайте рассмотрим переписывание на ассемблере, точнее не рассмотрим, а просто посмотрим, например, переписывание на ассемблере метода, преобразующего двоичные данные в символы ASCII верхнего регистра. И вот вы видите пример кода на Delphi, который лучше переписать на ассемблере. Трудно увидеть жир в этом коде, однако он содержит много манипуляций с битами, что не является сильной стороной Delphi. А вот ассемблер подходит для этого как нельзя лучше. И вот пример метода, переписанного на ассемблере. Ассемблер, как вы знаете, это уже максимально приближенный, можно сказать, язык машинного кода или что-нибудь такое. То есть максимально приближенный к командам процессора. Максимально приближенный. Переписывание этого кода на ассемблере привело к уменьшению времени выполнения на 41%. Логично предположить, что код, написанный на языке более подходящий для операций с битами, скажем, язык C++, менее восприимчив к этому виду оптимизации, чем код Delphi. И вот результаты сравнения аналогичных операций на языке C++ и Delphi. И как мы видим, экономия времени в случае с языком C++ всего лишь 29%. В случае с Delphi 41%. Второй столбец этой таблицы отражает эффективность двух языков в отношении операций над битами. После оптимизации времени выполнение стало почти одинаковым. Перевод кода на ассемблер свел к минимуму первоначальное различие между Delphi и C++. Полученный нами метод показывает, что результатом переписывания кода на ассемблере не всегда является огромный и уродливый метод. Итоговый код часто оказывается довольно компактным. Иногда ассемблерный код почти так же компактен, как его высокоуровневый эквивалент. Существует еще, точнее существует одна относительно легкая и эффективная стратегия переписывания кода на ассемблере. В самом начале воспользуйтесь компилятором, генерирующим ассемблерные листинги во время компиляции. Извлеките ассемблерный код метода, который вам нужно оптимизировать, и сохраните его в отдельном исходном файле. Используя этот код как основу, выполните оптимизацию вручную, проверяя корректность кода и оценивая улучшения на каждом этапе. Некоторые компиляторы вставляют в ассемблерный код высокоуровневые операторы в форме комментариев. Если ваш компилятор на это способен, вы можете сохранить первоначальные операторы в ассемблерном коде в качестве документации. Ну и контрольный список по методикам оптимизации кода. Улучшение и быстродействие и объем. Точнее улучшение и быстродействие и объем. Замените сложную логику на обращение к таблице. Объедините циклы. Используйте целочисленные переменные вместо переменных с плавающей запятой. Инициализируйте данные во время компиляции. Используйте константы корректного типа. Вычислите результаты предварительно. Устраните часто используемые подвыражения. Перепишите ключевые методы на низкоуровневом языке. Улучшение только быстродействия. Прекращайте проверку сразу же после получения ответа. Упорядочивайте тесты в блоках кейс и цепочках операторов if-then-else по частоте. Сравните быстродействие похожих структур логики. Используйте методику отложенных вычислений. Разомкните цикл, содержащий оператор if. Выполните развертывание цикла. Минимизируйте объем работы, выполняемой внутри цикла. Используйте сигнальные значения в циклах поиска. Вложите более ресурсоемкий цикл в менее ресурсоемкий. Снизьте стоимость операций, выполняемых внутри цикла. Замените многомерные массивы на одномерные. Минимизируйте число обращений к массивам. Дополните типы данных индексами. Кешируйте часто используемые значения. Проанализируйте алгебраические тотжества. Снизьте стоимость логических и математических выражений. Остерегайтесь системных методов. Встройте методы. Контрольный список вопросов окончился. И последняя подглава небольшая, которая называется «Если что-то изменяется, что-то другое всегда остается постоянным». Трудно не согласиться с тем, что за 10 лет, прошедших со времени первого издания этой книги, некоторые параметры производительности систем изменились. Компьютеры стали гораздо быстрее, а объем памяти вырос многократно. Работая над первым изданием для получения выразительных измеримых результатов, я выполнял большинство тестов этой главы от 10 тысяч до 50 тысяч раз. При подготовке этого издания, мне пришлось выполнять большинство тестов от 1 до 100 миллионов раз. Если для получения измеримых результатов тест нужно выполнить 100 миллионов раз, стоит задуматься над тем, заметит ли хоть кто-нибудь последствия выполненной оптимизации в реальной программе. Компьютеры стали столь мощными, что для многих распространенных типов программ, виды оптимизации, описанные в этой главе, стали нерелевантными. В то же время, другие аспекты производительности совсем не изменились. Возможно, программистам, создающих приложения для настольных ПК, вопросы оптимизации уже почти не тревожат. Но разработчики программ для встроенных систем, систем, работающих в реальном времени и других систем, обладающих ограниченными ресурсами, все еще должны владеть методиками оптимизации кода. Необходимость оценки результатов каждой попытки оптимизации кода не теряет актуальности с 1971 года, когда Дональд Кнут опубликовал свое исследование программ «Фартран». Судя по данным, приведенным в этой главе, результаты отдельных видов оптимизации на самом деле сейчас менее предсказуемые, чем 10 лет назад. Они зависят от языка, компилятора и его версии, используемых библиотек, их версий, параметров компилятора и многого другого. Оптимизация кода неизбежно подразумевает нахождение компромисса между сложностью, удобочитаемостью, простотой и удобством сопровождения программы. С одной стороны и желанием повысить производительность, с другой. Необходимое при оптимизации перепрофилирование кода приводит к значительному росту затрат на сопровождение программ. Есть один хороший способ сопротивления соблазну преждевременной оптимизации и содействия созданию ясного и простого кода. Требуйте, чтобы оптимизация приводила к измеримому улучшению. Если оптимизация оправдывает профилирование кода и оценку результатов, наверное ее следует выполнить, если будет показано, что она работает. Но если оптимизация не оправдывает проведение профилирования, она не может оправдать ухудшение удобочитаемости, удобства сопровождения и других характеристик кода. Влияние неоцененной оптимизации кода на производительность в лучшем случае может быть только теоретическим, тогда как ее влияние на удобочитаемость столь же определенно, сколь пагубно. И глава заканчивается и заканчивается у нас ключевыми моментами. Первый момент. Результаты конкретных видов оптимизации во многом зависят от языка, компилятора и среды. Не оценив результатов оптимизации, вы не можете сказать, помогает она программе или вредит. Второй момент. Первый вид оптимизации часто далеко не самый лучший. Обнаружив эффективный вид оптимизации, продолжайте пробовать и возможно найдете еще более эффективный. И третий момент. Оптимизация кода похожа на ядерную энергию. Она противоречива и эмоциональная тема. Кто-то считает, что оптимизация настолько ухудшает надежность и удобство сопровождения программы, что ее вообще выполнять не следует. Другие думают, что при соблюдении должной предосторожности она приносит пользу. Если вы решите использовать методики, описанные в этой главе, будьте внимательны и осторожны. Ну и главу 26 закончили. И в следующий раз начнем часть 6 этой книги, в которой 4 главы и общее название этого всего «Системные вопросы». Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok